Девушки отдыхают Девушки отдыхают Станет ли зона отчуждения главной ядерной свалкой Европы? Самые опасные места Припяти Покажет Сталкер Что скрывали от нас 30 лет? Радионуклиды были обнаружены даже в Москве На цветах, которые были у Москвичей на балконах Куда исчез целый парк военной техники? Она боеспособна была на все это, но она была заражена И почему именно сейчас ученые заговорили о втором Чернобыле? Чернобыль О чем молчали 30 лет? Это Чернобыльская АЭС сегодня Вместе со Сталкером мы проходим на крышу пятого энергоблока Рядом заброшенная градирня Сюда под давлением с атомной электростанции подавалась вода Не радиоактивная вода, обычная вода Это со второго контура охлаждения И эта вода под давлением здесь форсунками должна была выпрыскиваться наверх И пока она летит, она как вот в душе охлаждается потоком воздуха А это самое страшное место в покинутом городе Припять Да, это жесть, просто жесть 80 миллилитген мы с вами намерили сейчас там Медсанчасть 126 Журнал «Кварцевание» операционный Последняя запись через сутки после взрыва Но мороз по коже не от застывших операционных А от подвала Сюда решаются спуститься лишь самые отчаянные сталкеры Так здесь называют проводников Вот, пожалуйста, от этих вещей Они вообще по-жестокому Несколько миллилитген Здесь говорят, раньше еще раз были их каски Но каски кто-то похитил Показания дозиметра превышают норму в 5,5 тысяч раз Фонят вещи тех, кто умер сразу после аварии на ЧАЭС От смертельной дозы облучения Их обувь, одежду, простыни 30 лет назад сбросили в этот подвал Вот в этих местах, видите, вот это уже новый лоскут, который со спины Именно в эту 126-ю медсанчасть после взрыва привезли Петра Поломарчука Шанс выжить был 1 к 100 Петр Романович на себе вынес товарища из горящего блока Ну, когда его нашли Начали поднимать Он весь красный, обожженный Тут пены затонут Жуть Спасенный инженер не прожил и суток А врачи, которые оказывали ему помощь, сами заплатили за это жизнью Хирург, который ему делал перевязку Потом ее отстанили от работы, потому что у него оказались ожоги То есть, ну, практически не и нет Это уже как бы в дальнейшем Ну, он ее обрабатывал То есть, он же фонил Вот я фонил, он фонил В официальном списке погибших ни об одном сотруднике медсанчасти и слова нет В первые дни все документы, имеющие отношение к катастрофе, поступил приказ засекретить Так что же пытались скрыть от советских граждан? И правда ли, что нам еще предстоит сполна ощутить на себе последствия Чернобыля? Бывший народный депутат Алла Ярошинская Все эти годы бесстрашно хранит у себя стопку секретных документов Очень много пострадало в результате И многие умерли, хотя могли остаться в живых, если бы знали правду Люди могли бы хотя бы выехать Но людям не разрешали даже выехать из этой зоны Это трудно представить себе Не разрешали, потому что правда могла разнестись О правде могли узнать Она не скрывает, что выкрала документы из архива Верховного Совета И когда за эти бумаги предлагали десятки тысяч долларов Продавать не стало Это переписка между министром здравоохранения Украины И министром здравоохранения СССР Документ секретный Минздрав увеличил норму доз радиации на человека в 10 и в 50 раз Все это было сделано, чтобы не поднимать панику И распустить по домам людей, которые даже не подозревали Насколько серьезно они больны Этот уровень повысили до такой степени, до такого значения Что оказалось, что все люди Чего они в больницах лежат? Они все больны, их надо всех выписывать То есть, чтобы пояснить для простого человека, что это значит Допустим, если температура тела нормальная, мы знаем, 36,6 Вот вы здоровы, когда 39, вы больны И вот труп один прекрасный день Минздрав объявляет, что нормальная температура тела 39 Радиация ведь характерна чем? Ее не видно, не слышно После Чернобыла была очень сильная секретность Экситальная секретность Все было засекречено За это время, что случилось, мы плохо знаем Масштабы аварии замалчивали многие страны Не только СССР Вот карта распространения Чернобыльского радиационного облака От французского института ядерной и радиационной безопасности В зоне заражения оказались французские Альпы и Германия До сих пор не используются зараженные территории в Великобритании В списке загрязненных 17 стран Чернобыльская радиация распространилась на все северные полушария Бывшие страны Советского Союза получили меньше половины радиации Больше половины ушло за границу И даже радионуклиды были обнаружены в Африке И даже, это в документах зафиксировано Даже в Москве, в цветах, которые были у москвичей на балконе Первый удар пришелся на Скандинавию Норвежские саамы и спустя 30 лет ощущают последствия чернобыльской катастрофы Мясо оленей радиоактивное Чернобыльская авария действительно угрожает нашему коренному населению Радиоактивные осадки во многих районах Швеции и Норвегии Были так сильные, что оленеводы не могли продавать мясо оленей Так как оно было запрещено к продаже Если радиация накрыла пол земного шара Сложно представить, как опасно в самом Чернобыле Сталкер Андрей в одиночку прочесал зону отчуждения вдоль и поперек Мы идем, и так как это еще в первый раз, мы прислушиваемся ко всем звукам Не понимая, может быть, нас там за углом уже ждет охрана И это произвело просто сумасшедшее впечатление Мы проследуем за Сталкером в самые непроходимые и опасные точки Это центр Припяти Символ города — колесо обозрения Радиационный фон здесь и сейчас превышает норму в разы Вот там внизу самые такие высокие пятна радиоактивности Потому что сюда садились вертолеты Вдали вот этот аттракцион с машинками виднеется Дворец культуры «Энергетик» Это колесо так и не запустили За несколько дней до запланированного открытия парка аттракционов Всех жителей вывезли из города В одной из комнат классно выросло дерево Пустив корни под ковер Это, конечно, как жизнь захватывает Припять эвакуировали одним днем Горожане уезжали налегке Им обещали скорое возвращение Первые месяцы после катастрофы Ликвидаторы избавляются от зараженных вещей С балконов выбрасывают все имущество Потом вывозят за город и закапывают То, что осталось до последнего метра электропроводки Растащили мародера Это съемки со скрытой камерой Горы срезанных батарей из квартир Припяти Воруют все, что можно унести Металлолом, дерево, аппаратуру Что вы тут делаете? А в пригороде Припяти сталкеры обнаружили вырубленный лес и склад древесины Десятки гектаров вырубленного леса Причем полгода назад мы шли здесь летом Здесь лес стоял То есть вот этого всего не было Это все сделано за полгода Все это распилят, переплавят И вы не узнаете, что купили на строительном рынке товары, зараженные радиацией Но главное, исчезла и военная техника Которую использовали для ликвидации аварии на ЧАЭС Здесь был целый парк Сотни единиц Танки, бульдозеры, БТРы и БМП Вертолеты Технику потом бросили Она была зараженная Она боеспособная была На все это, но она была заражена Вот как это выглядело раньше А это сегодняшняя съемка Парк опустел Куда исчезла боевая техника Направлена на Донбасс Или ее переплавили для продажи за пределами зоны И двигатель на месте А там БТР Наш сталкер пробирается на охраняемую территорию Разговаривает шепотом Настрем Такие открытые пространства Это немногое, что осталось Но дозиметр здесь зашкаливает и сейчас Если машины заражены до сих пор То какое облучение получили ликвидаторы 30 лет назад Те, кто спасал мир от радиации В самом жерле вулкана Чернобыля Температура воздуха на высоте 200 метров Достигодал 120, 180, даже 200 градусов В середине вот этого конуса И через 2-3 полета Некоторых бортовых техников Орвало Летчики одними из первых Приняли на себя самые страшные дозы В миллионы раз выше допустимых Чтобы сбросить мешки с песком в реактор И уменьшить количество выбросов Они же понимали Глядя в это исчадие ада Что там творится Бросать туда вот это дело Упаси Боже Что в случае с вертолетом Сразу там окажешься Испаришься, и сгоришь И еще что-нибудь сотворишь Так и случилось Редкие кадры Один из вертолетов Ми-8 Зацепился лопастью за трос высотного крана И сорвался вниз Он упал на землю В трех метрах от реактора Четыре человека сгорели заживо Ликвидаторы говорят В Чернобыль они отправлялись Как на фронт Чернобыль Это Афганистан Спитак Ленинока Адмирал Нахимов Вместе взятые И помножимые в несколько раз Это место в Припяти Которое сохранилось почти нетронутым Игрушки Как будто с ними играли еще вчера Не успели пожелтеть страницы Медицинских карт Медицинская карта Ребенка Семенова Егора 6 апреля 83-го года Улица Леси Украинки 22-16 Жил он там 20-й дом 86-я квартира Полоси Украинки Это мы получили квартиру Однокомнатную Вот он Лидия Романенко Хорошо помнит этот детский сад Припять остается для нее Сказкой Потерянным раем Наша реликвия Мы эту люстру купили По возвращению с Греции В 81-м году И вот мы решили Что мы ее заберем Довезем? Довезем Немножечко она у нас Треснутая Но мы ее все равно оставили Как память Первые двое суток После взрыва Напоминают о себе Постоянно Гемоглобин еще не целует Ничего Лейкоциты Они падали И Ну Мы понимали Что мы живем На какой-то Все-таки Пороховой бочке Вот Когда мы уже Переехали в Одессу Здесь мы уже все Были поставлены На дистанционный учет Да У нас было всего За эти годы И Болезни И И Лейкопении И И Чего только не было И Анемии И железодефицитная У меня была И другая И дети Точно так же Но есть и те Кто 30 лет назад Решили так Раз радиация Не видна Значит ее Как бы и нет После эвакуации Они вернулись в деревню На свой страх и риск Это наша родина Мы ее не заменим Ничем Ничем Вы свою маску Мною замените Нет Так же я родину Да Как вам тут желаете Хорошо Чтобы мне погано Я бы просила Чтобы мне дали квартиру Я не хочу Я хочу на родине Жить Эти люди питаются тем Что выросла На чернобыльской земле Иначе Смерть от голода Есть скажем так Негласное сотрудничество Охраны чернобыльской зоны Отчуждения И местных жителей То есть Местные жители Если видят Сталкеров Которые идут В чернобыльскую зону Они могут Их сдать охране В свою же очередь Охрана закрывает глаза На то Что местные жители Могут пойти Поохотиться В ту же самую Чернобыльскую зону Отчуждения Но что происходит С человеком В рационе которого Зараженная радиацией Пища И могут ли Такие продукты Попасть На наши столы Территория В радиусе 30 километров От чернобыльской АЭС Считается Зоной отчуждения Но в приграничных Территориях Живут 5 миллионов Человек И они Тоже Производят Продукты питания То есть Уровень загрязнения В них Сопоставим С уровнем Загрязнения Вокруг чернобыльского Реактора При том, что До этих населенных Пунктов От атомной станции Примерно 200 километров В этом году Экологи проверили Что едят Эти люди Исследователи Взяли пробы Молока Мяса Грибов Радионуклиды Превышают нормы В десятки раз Больше того Зона заражения Постоянно Расширяется А что остается делать Иначе Мы не выживем Тут Тем более В этом районе Нашем Теперешнем Мы не выживем Растения Стали увеличивать Новую Радиоактивность А сейчас Это будет происходить С деревьями Потому что Радионуклиды Многие опустились На глубину Полтора-два метра А там корни деревьев Там корни Значит Корни Теперь деревья будут Вытягивать Пожары и ветра Выносят радиацию За пределы зоны Опасны И дикие животные Мои Хорошие знакомые Были посланы Значит На В командировку После аварии Для того Чтобы предотвратить Миграцию животных Диких Из зараженной зоны И вот Они их значит Отстреливали Но и к сожалению Хватило ума Многим их и поесть Но надо сказать Что из всей группы Пять человек Не осталось живых То все умерли От качественных заболеваний Еще в советские времена Чернобыльское мясо Развозили по всей стране С отмашки властей В голове вообще не укладывается Что решала партия Взять Брать одну часть Грязного мяса Девять частей чистого Перемешивать И пускать на фарш На сардельки Сосиски и прочее Причем Было указано Что могут кушать Все в советском союзе Последствия заражения Будут расхлебывать Потомки наших потомков Общее число заболевших 200 тысяч Вот это официальные Масштабы бедствия Которые говорит МАГАТЭ Всемирные агенты По атомной энергии И Всемирные организации Здравоохранения Наверное Ну вот я впервые Пожалуй эту цифру приведу Я думаю Что общее число жертв Чернобыля за все время Жизни Наверное составит 3-4 миллиона человек Но скрывали Не только последствия Взрыва на АЭС Но и причины В нарушении Правил эксплуатации Обвинили Директора И персонал Только вот есть Еще один фактор Документ КГБ 79-го года О недостатках В строительстве Чернобыльской АЭС Имеются факты Отступления от проекта И нарушения Цитата Что может привести К авариям И несчастным случаям В том докладе Который пошел Горбачев и в ЦК КПСС Указывается еще Среди основных причин Другая причина Значит Кроме человеческого фактора И она даже первой указывается Что причина Является Конструктивной недостатки реактора До взрыва На Чернобыльской АЭС В 86-м году Было 104 аварийных ситуаций И только 35 из них По вине персонала Причина остальных Недостатки конструкции Немоверная красота Еще раз Вид Энергоблоков Всех четырех Чернобыльская атомная электростанция 30 лет Не только годовщина трагедии Это срок окончания Эксплуатации саркофага Но под ним Еще сотни тонн Ядерного топлива Мы не могли использовать Скажем Такую вещь Как сварка И поэтому Крыша этого укрытия Имела большие щели Более того Когда мы первый раз Определили Площадь щелей Это было около Тысячи квадратных метров А значит Дождь и снег Все туда попадали Но когда И сможет ли вообще Украина Закончить строительство Нового укрытия Миллиарды долларов Тратят зарубежные инвесторы Из Европы и США Ради чего Другим странам Расходовать Огромные деньги Сейчас все силы Бросили на строительство Ядерного могильника Наверное Наибольший интерес Представляет из себя Сейчас строящееся Хранилище Отработанного Ядерного топлива Насколько я знаю Из последнего Остановленного Третьего энергоблока Топливо еще не было Выгружено Соответственно Сейчас недалеко От Чернобыльской Атомной строительства Это хранилище Оно уже так На конечной стадии Что называется Находится По крайней мере Из того что я видел Не будет ли в зоне Отчуждения Международного Хранилища Ядерных отходов И не повезут ли сюда Отработавшее Ядерное топливо Из Европы И США Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok